печальная история бритни спирс атака зонтиком чьей-либо машины выставит не в лучшем свете кого угодно но документальный фильм бритни спирс предел показывает почему этот срыв на самом деле был еще хуже чем мы думали этот бизнес никак на меня не повлиял я все та же бритни все знают что у бритни спирс не было роскошного детства но проблемы в ее семье выходили далеко за рамки финансовых у ее отца джейми спирса были проблемы с алкоголем и он часто вымещал свой гнев на семье особенно на своей жене линд спирс ее тетя чандра считает что постоянные ссоры между родителями привели к тому что бритни стала тихим и замкнутым ребенком но все изменилось когда бритни вышла на сцену в детстве она пела в церковном хоре и ее родители использовали свои небольшие сбережения чтобы платить за уроки вокала самого раннего возраста было очевидно что у бритни невероятный талант и помимо этого оба ее родителя хотели чтобы она достигла успеха в индустрии развлечений и они работали над этим на самом деле во время ее первого прослушивания в клуб микки мауса 8 лет ей отказали из-за ее возраста но лин это не остановило она перевезла бритни в нью-йорк и старалась добиться ее участие везде где только могла бритни спирс 10 лет прежде чем все-таки попасть в клуб микки мауса в 12 лет она появлялась в различных рекламах и шоу талантов на это может и потребовалось много времени но зато она оказалась в отличной компании кто-то из этих ребят показался вам знакомым это потому что вы только что видели джастина тимберлейка кэрри рассел кристину агилеру и райана гослинга один из самых особенных моментов моей жизни это клуб микки мауса в начале своей музыкальной карьеры она выступала на разогреве у nsing но вскоре ее первый альбом baby one more time стал огромным хитом и все заговорили о бритни когда она его выпустила ей было всего 17 лет и она уже призналась что ее образ был создан для продажи продукта и этим продуктом была она сама бесспорно это имел огромный успех но это не могло не сказаться на певице в какой-то момент бритни призналась что даже она устала видеть свое лицо повсюду она отчаянно хотела передохнуть но ее график был настолько занят что в день у нее был только один час спокойного времени это уже заранее расписанный несмотря на то что она уже была взрослой бритни приходилось незаметно сбегать из студии чтобы сделать такие простые вещи как забежать в кофейню или заправить машину прекратите оставьте меня в покое и это еще если она могла избежать встречи с папарацци я думаю что 90 процентов мира согласятся с тем что таблоиды в последнее время зашли слишком далеко со своими заголовками про меня несмотря на то что она обрела невероятную славу о которой большинство людей может только мечтать бритни хотела нечто большего любви отбросим в сторону их странные джинсовые костюмы но все действительно считали их пару с джастином тимберлейком идеальной включая и саму бритни ей не терпелось остепениться и выйти замуж но у джастина были другие планы по его словам они были слишком молоды для этого но его песня cry me a river рассказала совсем другую историю он написал ее всего через несколько часов после их расставания в песне говорится об изменах бритни однако сама певица отрицает это и говорит что это лишь добавила дополнительную порцию боли после плохого разрыва кроме этой песни джастин не может сказать ничего плохого о своей бывшей девушке у нее огромное сердце она замечательный человек бритни тоже написала песню ответ после расставания которая называется every time бритни по-прежнему искала любовь это привело ее к быстрому 55 часовому браку с другом детства джейсоном александром по словам джейсона без алкоголя не обошлось адвокат ее семьи леон гладсон говорил что разрыв джастином положил начало ее спуску на дно который происходил все быстрее внезапно бритни перестала общаться со своей семьей и снова вышла замуж на этот раз за кевина федерлайна от которого она родила двоих детей шона и джейдена они поженились в 2004 году когда бритни было 22 года в то время ходили слухи что она сошлась с кевином чтобы заставить джастина ревновать так как федерлайн когда-то работал у него на подтанцовки но даже несмотря на то что бритни получала огромное удовольствие от материнства ее родительские навыки постоянно ставились под сомнение особенно когда она водила машину с малышом шоном на коленях это нормально я ездила так со своим отцом в 2006 году она подала на развод в то время ее часто можно было заметить на вечеринках с пэрис хилтон и линдси лохан возможно бритни выглядела веселой и счастливой но на самом деле звезда полностью вышла из-под контроля в 2007 году бритни отправилась в реабилитационный центр через день она уехала оттуда и побрилась на лысо она сказала что я хочу сбрить свои волосы все хотели знать что вызвало такое странное поведение но мало кто понимал что это было признаком серьезной проблемы есть множество разных версий этой истории которые сопровождались еще несколькими поездками бритни в реабилитационный центр бывший менеджер певицы сэм лутфи утверждал что делал все возможное чтобы защитить звезду которая имела серьезные проблемы с наркозависимостью по словам адвоката лиона гладстона сэм подтвердил что прятал лекарства в еде бритни потому что это был единственный способ заставить ее их принять также сэм и ее бывший телохранитель тони барретта заявили что бритни употребляла запрещенные вещества а они пытались помочь ей изо всех сил но ее родители уверены что сэм и ее телохранитель снабжали ее наркотиками чтобы держать ее под своим контролем они также обвинили их в том что они сливали папарацци местоположения бритни чтобы подзаработать денег о и еще они сказали что сэм никогда не был ее менеджером в суде они описали его как паразита который только притворялся ее менеджером чтобы иметь возможность приблизиться к ней было много серьезных обвинений с обеих сторон но в конце концов сэм получил судебный запрет от джейми был назначен опекуном бритни и ее огромного состояния но ее проблемы на этом не закончились она проиграла права опеки над сыновьями своему бывшему мужу и пока она пыталась восстановить права на посещение ее поведение оставалось непредсказуемым последний каплей стал случай в 2008 году когда она отказалась вернуть своих сыновей кевину представитель полиции подтвердил что бритни находилась под воздействием неизвестного вещества ее отвезли в больницу и оставили в компании доктора филла нет мы не шутим ее бизнес-менеджер лу тейлор сказала что он предал доверие бритни рассказав о случившемся прессе но по словам доктора филла он был там только для того чтобы помочь решайте сами был ли это альтруистичный поступок или очередной случай эксплуатации бритни отчаянно нуждавшийся в помощи когда отец стал отвечать за ее здоровье и финансы все казалось потихоньку налаживалась бритни вернулась к работе выпускала хитовые альбомы выступала на концертах в лас-вегасе ее новое шоу бритни доминирование должно было принести ей 507 тысяч долларов за каждое выступление но все это было до того как ее отец заболел да он все еще является ее опекуном и должен о ней заботиться но очевидно теперь нужно ухаживать и за ним бритни все бросила чтобы проводить с ним время и несмотря на то что ему уже намного лучше эта ситуация сказалась на состоянии певицы по словам ее менеджера лари рудольфа лекарства бритни стали менее эффективны создавая крайне неудачное стечение обстоятельств она переживала из-за своего отца и ее лекарства перестали помогать поэтому она отправилась в психиатрическую больницу до тех пор пока не сможет держать свое психическое здоровье под контролем на протяжении многих лет бритни приходилось бороться за каждую возможность увидеться со своими сыновьями но теперь поклонники задаются вопросом может ли ее отец стать причиной отмены этих визитов кевин федерлайн выиграл судебный запрет против джейми от имени своих сыновей и себя он утверждает что шон не чувствует себя в безопасности рядом со своим дедом во время одной из ссор с ним он заперся в комнате из-за недостатка доказательств уголовные обвинения не будут предъявлены но многие задаются вопросом повлияет ли это на его опекунство над бритни в мае 2019 года 37-летняя бритни предстала перед судом по этому поводу но весь процесс прошел без огласки есть предположение что она предпочла тихую встречу с судьей чтобы обсудить снятие с ее отца обязанности опекуна но что мы точно знаем так это то что ее отец временно ушел в отставку и ее менеджер джоди монтгомери взяла на себя эту роль дело возобновят в январе 2020 года и многие поклонники считают это довольно подозрительным в том же месяце в лос-анджелесе откроется поп-арт музей the zone там будет 10 разных комнат посвященных ее хит-синглом вместо того чтобы радоваться многие поклонники выступают против этого события они считают что музей это лишь способ отвлечь внимание общественности отдела по опекунству тесса баркер одна из ведущих подкаста бритни обсуждала апрель 2019 года когда бритни открыто вышла из отеля со своим парнем саму самгаури вместо того чтобы спокойно выйти через задний ход она рассуждает было ли это сделано намеренно чтобы отвлечь внимание от майского слушания бритни певицы также пришлось вернуться в суд по поводу судебного запрета против ее бывшего менеджера сэма лутфи изначально сэму было запрещено вступать в контакт не только с бритни но и с ее родителями и сыновьями но в суде сэм признался что выходил на связь с лин спирс якобы беспокоясь за ее дочь в 2019 году сэм назвал первоначальный приговор неконституционным и заявил что лин никогда не просила его прекратить переписку и звонки судья с ним не согласился и в июне 2019 года семье был предоставлен пятилетний судебный запрет против сэма не поймите нас неправильно нам нравится смотреть как бритни занимается йогой но нам хочется знать как у нее обстоят дела на самом деле она заверила поклонников что скоро вернется на сцену но можно с уверенностью сказать что большинство из нас задается вопросом что происходит за кулисами что вы думаете об истории бритни спирс должен ли отец оставаться ее опекуном или ему следует держаться от нее подальше пишите в комментариях ставьте лайки и не забудьте подписаться на канал увидимся в следующий раз